О том, что именно на этом месте менее суток назад произошла трагедия, можно узнать только по площадке, где примята трава, здесь стоял мотороллер и из рассказов местных жителей. Алексей Сербин был одним из первых, кто обнаружил пропавшего подростка, бездыханного мальчика, буквально приковало к мопеду. Мотороллер стоял, ноги были на подножке, тело было перевернутое в кузово. Мы не стали подходить, потому что уже человек не дышал. И был наклонен, мы сразу не определили, кто это был. С разрешения родителей на выходных подросток отправился на местный водоем искупаться, а вот скрыться от пришедшей на смену жаре грозе не успел. Предварительную причину гибели школьника эксперты установили сразу же. Молния оставила на теле мальчика характерные ожоги. Ну а позже эту версию подтвердили судмедэксперты. Как поясняет судебно-медицинский эксперт, смерть мальчика наступила в результате остановки сердца вследствие удара электротоком. Все внутренние органы у него также повреждены электричеством. Соответственно, можно сделать однозначный вывод о том, что смерть мальчика наступила в результате удара молнией. Один случай на 600 тысяч. Вероятность того, что молния угодит в человека, невелика. Однако подобных происшествий, в том числе попавших на видео, немало. Их свидетелями становятся и мечи. Так, в июне 2013-го у деревни Троицкое на Русскополянском тракте под удар попали женщина с ребенком. В момент природной электровспышки они шли вдоль дороги. В итоге, в медучреждения пострадавших доставили на скорой с многочисленными ожогами. Им крупно повезло. А это видео снято авторегистратором в 2013-м на проспекте Королева. Здесь объектом притяжения огненной стрелы стал фонарный столб. А на прошлой неделе стихия оставила огненный след в Теврисском районе. Деревянная школа в селе Ермиловка всего за несколько часов превратилась в пепелище. Продолжать учебу в этом здании невозможно. Ребят переведут в новое. Сейчас занимаются поиском подходящего. Также рассматривается вариант покупки школьного автобуса. В этом случае дети будут учиться в соседнем селе. Чтобы избежать удара молнии, спасатели рекомендуют соблюдать элементарные правила. Если гроза застала вдали от жилья, не стоит находиться вблизи металлических оград и беседок, вышек сотовой связи и прятаться под отдельно стоящими деревьями. Под запретом берега озер и рек вода притягивает к себе электрические разряды. Если ненастья застала в пути, необходимо покинуть транспорт и отойти от него как минимум на 30 метров. Чего, к несчастью, подросток из Калачинска не успел сделать. Елена Бабкова, Сергей Гаев, 12 канал.